youtube всем привет дорогие мои друзья обзор на последние пару видео сабелла адамяна мы затронем не одно потому что развивалось много очень событий о которых я с вами хочу и поделиться уверена вы все посмотрели этот шопинг севки с надюшкой в пышную красу пешлы платьечко выбирала я честно не понимаю чё надю потащил в пышную красу там же ж такие здоровые неразмеры сказали что унаде 54 я вам откровенно признаюсь я думала унаде где-то 52 размер ну вот на экране она как-то не тянет на 54 немного есть живота но если надеть утягивающие труханы ребята она будет прекрасно выглядеть буду утверждать что она не поправилась килограмм туда полтора килограмма назад ребята у полных людей этот вес меняется даже от одного приема пищи до другого похода в туалет ну вот такие у меня рассуждения и так девочки свое мнение вы напишите в комментариях кому что понравилось какое платье приглянулась но что хочу сказать я по моему мнению даже ничего себе так нормально селка приводил надюшку могло бы быть и хуже я думала думаю больше сейчас я к выберу господи нет вы знаете лично я голосую за вот это вот платье цвета морской волны как они называют хотя я этот цвет вообще не люблю считаю лично мне он не идет но на надя было замечательно убрала бы эти дешманские кистом алюминиевые золотовенькие пубочки ужас не конечно можно было бы их заменить на что-то приличное потому что из мелочей таких маленьких нюансики состоит наше мнение в принципе полном объеме и плане вы выражаем свое мнение и создаем строим свое представление вот в данной ситуации про платье или про прическу или про человека в целом как он выглядит из мелочей собирается образ вот эти пуговицы на бирюзовом этом платье я думаю очень портили все нужно заменить но для надюшки ребята с пивом покачит скажем так по силуэту хорошо немножечко в спинке там тесновато но девочки все хорошо и замечательно и даже поясочек в тему и длина хорошая но где там хочет длину убрать надя знаю смотришь не вздумай но не вздумай потому что вот следующее черное платье издалека когда смотришь картинку даже прилично для меня на возраст надежды на ее комплекцию казалось коротковато ребят ну коротковато вот если вот так вот моргельник закрыть получается девочка колокольчик такая стрекоза вы знаете такое трапеция к низу даже чуть-чуть такая болта клешона идет но когда показали вблизи вот эту выбивку сильно большие дырки на этих цветах хотя понравилась картинка издалека я повторюсь вот как-то вижу женщину помоложе в этом платье а то лицо старая надя ну укажу я к бачу и вдруг вот такое вот платьюшка чтобы совсем уж раскритиковать в драма дан я этого делать не буду по поводу платья с клеенкой надюха не хотела брать и правильно сделала потому что когда она надела вот это последнее черного цвета дермантиновая цебу жах девочки дачами и андрей сказал боже плеткой не хватает шарик в рот это конечно ужасно я бы проголосовала за коричневая почему нет но по размеру не подходила надя правильно сделала что отказалась от такого варианта наряда куда носить были предложения в комментариях от зрителей надюха в самый раз купляй жарить беляши и продавать на базаре без фартушка самое оно молодцы зрители поюморили и так девчонки показ состоялся бабуси та нюси презентовали покупки все должны перед ней отчитаться обязательно шо кому купили я к купили а ну на день покажи а сколько грошей заплатили а кто платы так поднимите пожалуйста руки кто верит в то что сказал севка платила за свои наряды сама надя свое мнение я выражу и скажу ребят я верю вот я сейчас в этой ситуации я верю что за свои платья эти в магазине заплатила надя и почему я скажу обосную чек был у нее ну и мне кажется девочки если уж совсем серьезно наверно все-таки севка подумал в этот раз ну слишком много надюхи перепала денежек подарка всяких нет вам не кажется ну слишком много большие прямо такие суммы денег ну и хватает он сказал фразу в магазине заплачу на риск они не я сама я сама хорошо плати у тебя есть ты заработала до заработала чувиха давай плати вот я как-то верю хотя много людей написала что ой бабу таню снова обдурел и севка заплатил ребят мне кажется он не будет вот прям так знаете без расчета без всякого вернее бесчетно бросать деньги на ветер если бы надя приехала и в кошельке не было ни копейки и он повел ее магазин сделал такие подарочки и все на этом тогда да ну вот я озвучиваю вам свои рассуждения а так ну за на то надюшка прям так обогатилась циток слух севкины мысли я озвучу вас конечно же почитаю в комментариях итак дорогие мои вы видели баба таня уже сидит я китайский болванчик не бен и мы уже ничего даже не знаю что сказать и языком не ворочаю совсем в ухо но в ухо выпало бегом шестерка бежать правильно тут поставила нет коже надя задом наперёд вообще безмозглая зато на три буквы в мире красиво посылать этой черной коробочкой за ухо сзади баба таня сзади как это можно не понимать не запоминать и не может в собе в ухо в дырку запхнуть цю маленькую штучку от аппарата надя и тут хая свои пальцы ею в ухо фу мне бы было противно ребят ну хоть бы перчатку наделать честно бое слово я не знаю уже чуть ли не сраку бумажечкой петтирают и я думаю скоро это случится недолго стала ждать ребят скоро буду ходить в туалет и надька будет тут же на готове может дёршиком стоять по моему чину устраивать я не знаю как это будет происходить но вижу движемся в этом направлении да баба таня зине блюдо там сказала хиряма треба отдать зине не блюдо ну я сказала зина от даже надо отдать нема шо покласти в це блюдо у зине там дома всього ті салати зелень есть те шо я можу покласти от нема даже шо покласти и треть колотить девочки нема в ней шо покласти в мета жлоботня открой холодильник морозильную камеру достань кусок красной рыбы як пример привожу положи на блюдо дай зине кусок кроля кусок курки качки ви бачили шо там робиться в ней в морозильной камере девочки хто не бачила ну скажите пожалуйста там же затрамбовано там немає де плюнуть містечка зовсім ніякого немає забитий полностью холодильник морозилка м'ясами рибами колбасами а надя скільки нафаршировала наробила тих колбас колечко ти могла витягти одне колбаски положить день и на блюдо и сказать зина осью пожалуйста возьми тебе у госты человека яка сколько тебе тазина робе услуг сколько помогает это зина девочки как бы мы к ней не относились мы с вами всегда говорим по факту мы за правду правильно ли кому-то зина нравится кто-то ее критикует лично я по ситуации когда зина делает вот такие вот добрые жесты я всегда об этом скажу я всегда похвалю то что вижу ребят атоме пою когда зина пидло поздничеством занимается колес раку херями пидлы за колыночку сдает за ее спиной понимаете тогда я тоже об этом говорю же зина алё зина и да васильевна вас это не красит совсем вот вам свеженький примерчик пока сам белка с надей в магазине платечка выбирают зина тут мамки на ушко уже нашептала а чо сам белка вас татьяна васильевна из собою не взял мог бы и вам платья купить ну я кажете зараза но я не знаю зина витока купили вместе с мамкой новое платье ну новісенькое платье ну какие-то красивые сюда бусы до того платья и будет красавица у вас же таки она васильевна день рожения вам же ж свежий наряд нужен а чим це не наряд настрополила накрутила херяму тепер тя сидит мне надо на день народжения меня сам белка в пешную красу не надо я маленькая я же не така товста надо поехать сам белка выбрать платье открой шкаф жадина ты ты ж жаднюча ужасно тоби мало наряди открой шкаф выбери соби наряжайся вдевайся нафига тоби шерд на платье для чего воно тоби треба девочки то жначки купили а як же я отстану я мама мама я мама ти хто я не представляю що це за нутро дівочки представьте так да у мене так я не перестаю удивляться якщо в мене повно тих костюмів платячок нафига мені ще спеціально їхать в магазин щоб видавить і сина свого з горла достать і ще потрать гроші мало ти тратиш на все це шобло своїх денег і ще потрать гроші ужасний чоловік просто ужасно і так ріпята стявка читає коментарії послі скандала який сотворили на ігрені уситників на праздники за столом праздничним і тепер зрітілі понаписували там коментів ви теж всі читали і сявки ж надо об'язательно це той що не разу не провокатор я я не провокатор я взагалі нічого поганого не роблю сволоч ти і ти про це знаєш сявка оце одним йомким словом я тебе назвала оце твоя характеристика зовсім не оскарблення як ти любиш казать констатація факта сявка понимаш і все про Надю і про Надю чи ти про себе не почитаєш а чоти про свою херяму не почитаєш там скільки люди понаписували що тихий ужас ти давай про мамашу свою цю чорнороту заразу прочитай ні дівочки про Надьку і про Надьку і така і сяка конечно же ми з вами все знаем ребят пересказывать не буду шо там зрители писал и в комментариях согласна с каждым словом воно вам надо сказала Надька вам шо робить не Маша шо вы строчите та и строчите послушай то шо вы показываете люди же смотрят ты шо не понимаешь он на этом деньги этот сяпка зарабатывает на просмотрах Надя шо за возмущение вообще может быть для чого тоди твий сяпка оце все снимает и показывает ну наверное не для того чтобы люди по закрывали по зашивали собі роти тихо подивилися и сидели тихо сенько мовчки и ни слова вообще не сказали тихо песенки вам хвалебні оди співали так да ну такого дебуданиколы потому что сяпка твой гаденыш вот это он мог эти жесткие моменты скандала вот этих оскорблений посылания на три буквы он мог это все вырезать конечно же мог мог он оставить только самые такие вылизанные красивые тихие умиротворенные картиночки конечно же мог и тогда бы все люди все зрители бы вас хвалили и хвалили но вам же нужны просмотры но ему же нужны деньги деньги которые тебе Надька перепадают которыми ты тоже пользуешься такая как ты хотела и рыбку съесть и на конячки покататься а херешки ты вгадала люди шо бачить вы это показываете ты люди пишут ведите себя прилично достойно не будет вам не просмотром не будет вам не грошей ну не будет и поганых коментарьев и ты это же прекрасно понимаешь потому рот сви закри вонючий и не гавкай на зрителей в данном случае зрители ваши работодатели все гроши якими ты пользуешься купляешь себе наряды живешь за эти гроши цепс и благодаря твоему работодателю не они а домяну зрителю запомни дура ты тупая я тебе хоть открою глаза чтоб ты понимала если ты вообще ничего не соображаешь хотя я прекрасно девочки понимаю догадывать все она понимает и вот сам был и придался воспоминаниям девчонки каже помнишь надя как мы познакомилась надюшка ж приглашала на день рождения до садов село сам белку с колечкой по моему юля там была я же добра не памятная ребята но это не суть вообще не важно кто там кроме статки еще присутствует то приезжает это приезжает это у нас такая красота это рассказывает сам белл про свои воспоминания как надя их приглашала на свою днюху в село девчатка и рыба и ставок то я повожу то я покажу а там люди а там веселье побачьте яки у нас столы а гармониста як мы спеваем бла 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 ты нас снимаешь сам белка ты все выставишься покажешь то приезжайте то приезжает так воной было а лишь девочки лично я не знала вот сейчас открывается еще один новый факт об чем это я оказывается она тогда на свой день рождения на приглашала кучу народа у нее есть какие-то родственники в рецепт какие-то сестры ну не родные я так понимаю может двоюродные там какие-то троюродные и люди не местные не села не догарки а звездки лязь по приезжали на цей день народжения до надюшки условленный день на определенное время заказан ресторан и тут севка вспоминает в трансляции сидеть боже мой а я уже ж мы поедем до надки на день рождения чтобы на завтра что-то в репетиция че спектакль не важно вин заняты да и все откладая свой приезд позвонив ей сказок ребята я в шоке просто я я этого никогда не слышала они об этом не рассказывай и шо робот на очка ради чужого человека блогер какой-то там сам вела дамя но не получилось у него приехать на твой день рождения ты хотела допустим этого гостя видеть ты приглашала окей я понимаю все нормально не получилось у человека у тебя толпа людей приехала родных тебе людей она отменяет все и переносит эту днюху на другой день и сама сейчас сидя расскажет ужас я конечно же понимаю этих родственников этих сестер которые были просто в шоке они были в недоумении конечно им было это все неприятно скорее всего и обидно так что одна сестра даже высказалась и сказала открыто это иначе в глаза девочки кто не смотрел я сейчас цитирую сам вела это он все пересказывал для зрителей репунешь как вода сказала вот тебе кто ридни люди все життя вместе живем общаемся а ты до чужих людей чего ты переносишь т день рождения сколько ты их два дни знаешь о цветах и родичи так ты же определился кто же так робить надя ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй я сразу что понимать ситуацию ставлю себя на ее место это поприезжали мои все да ридни маме не все сестри с чоловеками мои сестрички братики племянники нас толпа дитей куча и тут я когось блогера ну допустим хотя в моем случае вообще нереальное событие чтобы я чужую людину совсем чужую сейчас звала в круг своей семьи ну как это они ж не стыкуются чужие люди будут неловко себя чувствовать за одним столом но я вообще такого не понимаю ну ладно хорошо чисто теоретически допускаем у этого чужого человека не получается он говорит надя ну вот не могу у меня там завтра спектакль очень жаль сказала бы я хотелось бы конечно ну что поделаешь следующий раз ребят ну так нормальные люди себя ведут нет она отменяет и переносит свой день рождения каково вот этим всем родственникам променять родных людей на не пойми кого надя так теперь я понимаю теперь все пазли сходятся ты ты понимаешь вообще что ты наделала ты разосралась со всей своей родиной и теперь ты рассказываешь что ты ни с кем не общаешься за волны и поганим они таки сяки боясь цими людьми сам велкой и херями уже пять роков общаюсь а вы где так это же ты так относилась к своим родным людям что они конечно же борта нуля тебя нафиг оно им надо ты их променяла на адамяна я бы тоже перестала общаться а кому нафиг это вообще нужно чувствовать себя но седьмым подползающим слева мать адамян центральный гость главна персона я киева накланяется кругом него бига и все зроблено тика ради адамяна а вы дорогие гости приехали ничего после не тиши сутки будем ждать все пока ставка приедет я теперь все понимаю ты променяла родных людей ну вот так получить теперь по заслугам вот поэтому поэтому надя с тобой никто и не общается сегодня адамян есть твои жизни тебе херяма все в лицо уже высказала и притом не один раз а завтра его может не быть не дай бог ты пол слова кривого скажешь неправильно и все коленом под зад и улетишь с кем ты останешься и казалось моя бабушка и гимнона цедилки ты останешься одинокая и кричит ребята не трогайте моего кота кота не трогайте в мене котик годованный у мене доглянутый котик много зрителей ребят и у меня на канале и усевки понаписывали боже кашты бессовестно кашу тебя душа черствая коже тебя сердце у тебя его нет этого сердца у тебя камень в груди ну шо ж ты бросила сколько ж ты будешь сидеть здесь днепре то езжай если бы не было кота то хоть месяцами по полгода сиди с этим сам велом из его херям там же живое существо в квартире закрыта одну доглянутый котик это как то что оля приходит раз в день девочки на 5 минут не больше оля не будет сидеть тратить своевремя граться там с тим мастиком в квартире у нади не будет она этого робить у оля хозяйство у оля семья оля кстати не девочка молоденька тоже мабуть какие-то проблемы со здоровьем возраст тоже оля будет сколько раз бегать до твоего котика да не будет она этого делать пришла наскільки я понимаю лоток поменяла воды налила жменью корму дала и пришла на этом все это общение это называется котик доглянутый ты нафига его вообще брала чтоб бросать на неделю на 2 на два месяца когда операцию делали одного в квартире он живой это не кукла не игрушка живому существу надо общение с человеком общение ты ночка железобетонная бездушная холодная плита тебе категорически нельзя давать никаких животных пример там приводила яка с женщина зрительница лариса дать там живая жаловалась бигала чтобы волонтеры отдали ей этого масика этого котика и что надо забрать его котика потому что ночка вот такая она витрина летает до цего севки ей не нужны животные а потом тила риси зрительницы якийсь мужик из села сказал ой той котику надки в подушках там спить а где он должен в квартире спать интересно мне знать ну где там можно если ты живешь в квартире и кит находится в квартире то где он будет спать ну где запрыгнул там испыть чина кресла чина диване знать-ка нечем хвалиться это не достижение твое это не показатель твоего твоей доброты и твоей любви котику люди которые любят животных они по-другому себя ведут и мы все вместе зрители были свидетелями когда подумали что пропал этот масик ты поехала домой ты поехала спасать искать животные нет что ты сделала ты пришла с мамкой в театр на сам велку давится уже сто раз бачила эти спектакли за тебя так душа болела цит и так переживала сын а потом кричи девочки горла я тебя видно как на ладони тебя все зрители судят по твоим поступкам до тебя уже все знают потому что поступки твои 1 2 10 сотый 300 и мы наблюдаем уже пять лет в ю тубе по этим поступкам все зрители сделали выводы какая ты на что ты способна кого ты любишь девочки я вам больше скажу она и сам вела не любит она никого не любит она очень любит деньги да и вы правы мои дорогие девчонки мои зрители когда вы писали миллион раз вы писали в комментариях анжел она продажная она любит только бабло она за бабло разденется до гола ночью яйца уже до головы были девочки на колена падала падала вона буду робить за груши все что завгодно все же и оцей мерзотник скажи вона отыграя свою роль на ура груши груши грустно очень но ты надя недостойный человек я закончила свой обзор и буду как обычно я вам говорю ждать ваши комментарии до скорых встреч пока